Всем привет! Меня зовут Карина и вы попали на канал вдохновение и творчество Арт СК. Сегодня мы поговорим про акварель, но прежде попрошу вас подписаться на мой канал. На моем канале вы найдете все про творчество, вдохновение и также есть видео уроки заполнения скетчбуков и рисования на холсте. Поэтому обязательно подпишись на мой канал, мне будет очень приятно. Предварительно поставь лайк, если не понравится это видео, можешь убрать его. Но сейчас мы поговорим про акварель и акварельные тени. Как же создавать тени в портрете, предметах и пейзаже. Конечно, начинающие художники, которые делают только первые шаги, сталкиваются с такой проблемой. Как же красиво изобразить тени. Вроде бы свет получается, смешивать краски уже получается, но тени все-таки выглядят не так реалистично, как хотелось бы. Так вот, для этого нужна, естественно, практика и понятие, какие цвета лучше смешать для тени. И как же уплотнять, можно так сказать, цвет, но при этом оставлять свежесть. Я буду рисовать портрет, так как мне нравится рисовать портреты. И вы можете взять за основу любое. Можно взять яблоко, можно взять грушу и на этом учиться рисовать. Знаете, я решила что-то ввести, так как циркуля у меня нет. У меня есть такая крышка. И, в общем-то, сейчас я ее обведу, чтобы для ваших глаз это было все настолько приятно. Так, ну плюс-минус, вот такие у меня объекты получились. Конечно, когда мы работаем со светотенью, нужно понимать, где этот предмет находится. Например, если это солнечный день и мы находимся на улице, то свет будет теплый. Из-за того, что солнышко у нас теплое, и, соответственно, тени будут противоположно холодные. Если же мы находимся дома, в искусственном освещении, то это также может быть теплая лампа, а может быть и холодная лампа. Из-за этого зависит, конечно же, уже и тень. У нас есть источник света и есть обязательно блик. Но форма объема, я думаю, вы уже, собственно, понимаете, знаете, таких упражнений очень много. Поэтому я вдаваться в детали не буду, так как объем строится с помощью света, полутени, тени и рефлекса обязательно. Вот, и сейчас я просто продемонстрирую, как работает холодный тон. В первом случае у меня свет будет более теплый. И также еще по бликам. Блик всегда повторяет форму освещения. Сейчас я набираю такой более теплый. Это у нас свет может быть комнатный. Это может быть, когда мы находимся на улице. Добавляю такой серый оттеночек. Это уже в средний тон. И вот в этот средний мы можем добавить, чтобы для интенсивности, также синий, какой-то холодный, синий оттенок мы можем добавлять. И тем самым у нас получается вот этот вот объем более правильный. То есть, когда мы используем цвет, а не используем тон. Потому что все вот эти вот серые оттенки, это все является тоном, но не цветом. Но так как живопись хочется сделать более яркую, красивую, то мы, соответственно, стараемся работать именно со цветом. Но не избегаем и тональность. Помню, что рефлекс, он будет светлее, чем тень, но темнее, чем полутон. Могу еще пройти, чтобы для интенсивности нашего тона получить. Кстати, все упражнения, которые вы видели на моем канале, выполнены на рыбачке. Потому что, в принципе, на какие-то упражнения, я думаю, не стоит использовать прям какую-то дорогую бумагу. Вот, собственно, здесь у меня образовалась форма светотени, где свет, свет тепло, а тень холод. У нас есть еще падающая тень. Здесь она более интенсивная, то есть мы набираем тот же синий оттенок, но стараемся ввести от середины предмета. И непосредственно под предметом интенсивность тона будет больше. И мы растворяем этот цвет, так как дальше он на стене, естественно, растворяется. Так, я немножечко заехала, но не суть. Растворяется. Но она у нас холодная. Я могу чуть-чуть добавить. То есть мы здесь можем выяснить, что у нас есть свет тепло, тень холод, и падающая тень тоже будет холод. Вот, если мы работаем, например, с гипсом, гипсовый шар, он серый, да, и чтобы его сделать более живым, живописным, мы работаем еще с тепло-холодностью. Но на самом деле это малая часть, что я рассказываю здесь, потому что есть еще понятие контрастности, нюансности в цветопередаче. Драпировки, если окружение какого-то цвета, они тоже влияют на изображение предмета. Поэтому вот это, это начально, можно так сказать, первый шаг в правильности построения тепло-холодности. А далее уже, естественно, идет углубление. Что мы можем в следующем этапе сделать, когда у нас свет холодный? Это может быть лампа холодная или когда у нас дневное освещение, но мы находимся в комнате. Дело в том, что стекло преломляет свет и у нас получается такой холодный оттеночек. Далее мы с вами добавляем тот же немножечко серенького, не такого сложного, я смешиваю этот серый. Вот, и в тени можно уже добавлять тепло, то есть теплые тени. Мы берем через коричневые, через коричневые какие-то, даже сиена, сиена натуральная. Мы ведем еще и таким образом. То есть в данном случае у нас тени будут теплые. Можно даже чуть-чуть темнее вот эту вот область делать шаром. И также падающая тень, в данном случае она будет тоже теплая. Так, и что мы можем здесь увидеть? Что свет у нас, свет холод, а тени у нас тень тепло. В данном случае, конечно, мы работаем, если лампа холодная, то тени будут теплые. И, конечно же, дневное освещение, когда предмет стоит в комнате. Тоже просмотрите, что тени будут желтоватые, коричневатые. Итак, переходим ко второй части занятия. Сейчас я, собственно, буду демонстрировать это все на рисовании портрета. Так как наша тема все-таки портрет. И сейчас с левой стороны я буду использовать, опять же, свет теплый, тени холодные. А с правой стороны буду использовать тени холодные и свет, собственно, теплый. Это мы можем увидеть даже вот в изображении. Сейчас я покажу. Я скачала тут портреты разные. Вот, например, вот этого девушка. Мы, очевидно, видим, что тени, они такие вот теплые, очень-очень оранжевые. А свет, видите, он холодный. Но не значит, что мы используем чисто синий оттенок. Нам нужно, конечно же, работать с такими карточками. Можно даже себе их выкрасить. То есть использовать, например, теплые. Вот здесь у нас теплые. И здесь также есть вот добавление холодного. Но все равно есть цвет кожи. Мы не просто берем там ультрамарин и добавляем. А мы смешиваем вот эти вот теплые оттенки с холодным. И получаем дополнительный оттенок. И используем смешение оттенков. Также вот у меня есть карточка более холодных. И где-то еще более теплые. То есть это на средний. Это у нас холодные цвета. Даже вот светлые, они тоже могут быть ближе к холодному. То есть эти карточки нам нужны для того, чтобы мы более понимали, как работает тепло-холодность и как смешивать тот или иной оттенок. Вот. А в другом направлении, где я хотела рассказать, цвет более такой вот теплый. Вот здесь какое-то вечернее освещение. И мы видим, что свет такой очень-очень теплый, очень много рыжего. И вот тени тоже много рыжего. Но вот местами хочется добавить какой-то фиолетовый, синеватый. Вот здесь, да, какой-то даже светится такой синий оттеночек. Собственно, работая с тепло-холодностью. Но, кстати, вот еще тоже одна ошибка. Многие художники, начинающие, не только, используют только фиолетовый оттенок в тени. То есть используют только свет теплый и тени холодные, используя фиолетовые. Так вы себя ограничиваете, поэтому тренируйтесь также на таких примерах, где, собственно, присутствуют и теплые тена, и холодный свет. То есть теплая тень и холодный свет. Сейчас я быстренько намечу. Сейчас в ускоренном виде я покажу, как выполняю линейное построение в карандаше. Сейчас, конечно, я не использую множество линий дополнительных, как я, в принципе, объясняла ранее. У меня есть на канале видеоуроки, так как сейчас это мне не нужно. И, кстати, в данном рисунке я не стремлюсь к схожести людей, так как выполняю скетч быстро, чтобы более внимательно и более четко рассказать вам именно про теорию цвета. Расскажу немножечко про себя, про свою историю, как я пришла к правильному рисованию акварелью. Когда я поступала еще в училище, первый курс мы рисовали акварелью. У меня плохо получалось, я добавляла очень много коричневого и боялась цвета. Это продолжалось около шести месяцев, я не понимала, как вырасти. Но в один момент с помощью моей однокрупницы, вот, такая негативная ситуация была. Но после этого я начала использовать более насыщенные и более яркие цвета. То есть я начала, можно так сказать, не бояться цвета. Это очень важно. Акварелья, да и в живописи в целом, если вы пишете маслом, не бояться смешивать оттенки. Но не фанатично, потому что если мы смешиваем большое количество оттенков, то что у нас получается, это грязь. И акварель, которую мы используем отечественное производство, в котором, в принципе, уже есть трюкопигментная краска, двухпигментная, очень сложно смешивать более чистые смеси, получать, собственно. Поэтому я изначально тоже из-за большого количества смесей получала такую грязь. Вот, поэтому, знаете, что как раз таки в акварели это очень важная чистота. Лучше работать лисировками, то есть многослойно, но оставлять чистые оттенки. Как вы видите, в первом портрете я использовала холодный свет, то есть прокрывала первый слой голубым. Также художники используют и зеленый цвет. Зеленый цвет, он контрастный относительно красного, а как вы знаете, у нас все равно лицо, он такой более с теплым подтоном, местами даже более с красным. Вот, собственно, поэтому для контрастности цвета использовали зеленый. Но я в этом видео не использую, то есть, возможно, в следующих я и расскажу. Вот, собственно, тени я в первом портрете использовала теплые, то есть не добавляла холод. Здесь же, наоборот, ржеволосая девушка, более теплые тона в свете и более такие холодные, фиолетовые, коричневые, такие синевато-коричневые, как индика. Оттенки я использую в тени, но портрет такой в целом, можно так сказать, очень легкий и мало присутствует теней. Да, я выбрала такие портреты, нужно было продумать как-то более, чтобы такие максимальные тени были. Но здесь, собственно, я показываю, что нужно не бояться цвета и добавлять контрастности. То есть, например, даже почему я в рыже добавила фиолетовый? Потому что желтый у нас противоположный, это фиолетовый. И для контрастности, естественно, портрета я использую контрастный оттенок, то есть противоположный. Также, если вам нужно зеленый, добавить красного и так далее. То есть, мы можем также и приглушать стенки, если нам, например, не нужен такой яркий оранжевый цвет, мы можем в него добавить капельку синего и получится, собственно, такой сложный оранжевый. Но опять же капельку, потому что если вы добавите 50% синего, то получится коричневый. Опять же, вернемся к грязи. Я не против, чтобы там было множество сочетаний, но если вы прям миксуете 50 на 50 контрастные цвета, добавляете еще коричневый, все очень будет невзрачное и коричневое. Поэтому предлагаю все-таки использовать более чистые оттенки, не бояться. И также не зацикливаться только на одном тоне, как фиолетовый, как синий, как сиена натуральная, потому что чаще всего используют сиену натуральную в цвете кожи. И, собственно, здесь нужно миксовать и не бояться цвета. Но это не значит, что портрет нужно превращать в какой-то цветной фонтан. Нет, здесь тоже важна какая-то издержанность. То есть, если вы убираете какой-то контраст, там, желтый и фиолетовый, то больше добавляете в портрет именно эти цвета, которые вы, собственно, видите. И художник – это не тот, который просто срисовывает портрет, а который выражает себя и добавляет контрастности, яркости в него. Моя видео подошла к концу. Надеюсь, оно было вам полезно. И вы узнали что-то новое для себя. Обязательно отпишись, как ты применяешь эти знания в творчестве и получайся ли рисовать красивые воздушные тени. Всем прекрасного настроения. До следующего видео. Всем пока.